В кабинете министров сегодня был еще один брифинг. Обсуждали, как за два месяца очистить всю республику от мусора. Защитники природы рассказали, что нового придумали для охраны лесов, полей и рек. Что касается городов и сел, предстоит массовая мобилизация всех сил. Свалки повсюду. Незаконных больше, чем законных. Кировский район, дорога в сторону станции Лагерная. На первый взгляд здесь чисто, но под снегом груды мусора. Как только станет теплее, участок предстанет во всей красе. Коробки от светильников, разбитая сантехника, обувь. Несанкционированная свалка прописалась здесь еще 4 года назад. Это кадры рейда и колга в апреле 2008 года. Уже тогда инспекторы говорили, эта свалка одна из самых больших и старых в городе. Здесь раньше забор был, забор, вот как на той стороне. Забор, удать на баталлолом вывезли. И тут камазисты, кто не хочет на свалку ввозить мусор, платить деньги, начали вот сюда ввозить. Забора здесь нет и сегодня. А свалку ликвидируют в каждый санитарный двухмесячник. Но она, как феникс из пепла, возрождается вновь. Ну люди просто такие у нас. Люди такие, которые неопределенного места не знают для мусора, бросают, где им легче, где им лучше. На Булентяне же не приезжают с другой планеты здесь кто-то, или с другого города. Никто не приезжает мусора выбросить. Сами местные же тут же и бросают. Сами люди, я думаю, так халатно относятся. Экологи надеются, что нерадивых напугают штрафы. Их размеры намного увеличились. Максимум 1 миллион рублей. Однако чиновники называют еще несколько причин появления несанкционированных свалок. К примеру, нет элементарного. Генеральной схемы санитарной очистки и санкционированных мест для строительного мусора. В этом году благоустроить республику помогут дружины общественников и молодежные экологические движения. Я обращаюсь через средства массовой информации ко всем неравнодушным жителям республики. Хочу сказать, что мы будем только рады, если у нас объявятся еще активные люди, желающие подключиться к данной работе. С 1 апреля граждане смогут передавать сообщения о нарушениях природоохранной законодательности по телефону «Горячая линия». Эта схема у нас работает традиционно. Сообщу этот номер 2-67-68-87. Через месяц татарстанцам презентуют электронную экологическую карту. Фотографии со свалок можно будет направлять и туда, чтобы летом проверить, ликвидированы ли эти свалки. Альбина Батышна, Арат Махмедзианов, Вести, Татарстан.